Всем хай, товарищи, с вами Дмитриевич, канал Дмитрия Иван, и у нас то, что все так долго ждали в обновлении торговли оружием, это модификация именно оружия. Сейчас я хочу прийти, если честно, ребят, хочу покаяться перед вами, я хотел снять апгрейд винтовки автоматической, но, к сожалению, у меня записался только звук, то есть видео нету. И сейчас я все проверил, вроде все работает, и сейчас я вам хотя бы так покажу, не сам апгрейд, а хотя бы уже, ну, все, что там есть в этом апгрейде, чтобы вы посмотрели, чтобы вы заценили. А если есть апгрейд какой-то другой пушки, то я его сейчас сделаю, прям при вас. Так, давайте посмотрим. Так, сейчас... Так, давайте посмотрим. Так, ПП. Я могу сделать вот пока апгрейд только вот этого оружия всего. То есть именно... Вот как выглядит автоматическая винтовка, теперь она называется МК-2. Давайте я попробую что-нибудь с пулеметом сделать, потому что вещь хорошая. Вот, как вы видите, в пулемете есть модификации, но я еще их не открыл все, поэтому я, наверное, не смогу сделать что-то сверхъестественное. Тяжелый пулемет МК-2. Вот, я могу. Давайте, давайте уж, раз уж, как говорится, я решил показать апгрейд пушек, сделаем это на примере не винтовки, а пулемета. Давайте. О, смотрите, как он выглядит. Раньше, ребят, многие думали то, что мы увидим новые винтовки, добавленные, и те, которые, так сказать, будут, ну, совсем другие. Оказывается, все, что мы видели, это просто обновление. Давайте посмотрим, что тут есть. Магазин большой емкости, нифига, коробочка. Трассирующие пули. Трассирующие пули, это пули, которых видно в темноте полет, то есть, они, их видно, как они летят. Это нужно для наводки, для устрашения, так сказать, врагов. Да. Но мне они не нужны, я беру магазин большой емкости. Это все у меня закрыто, вот эти бронебойные, вся вот эта фигня, патроны, МЦО. Так, я не знаю, что такое МЦО, честно, ЦМУ, точнее. Так, магазин, рукояти, все очень дорого, ребята. Готовьтесь к тому, что у вас уйдет очень много денег на вот это все, имейте в виду. Так, пока не пишут, тут мне предлагали пасифик начать еще раз. Прицелы голографические, видите, у нас закрыты, это надо все изучать, изучать очень много. Большой прицел, маленький, средний, большой. Давайте уж по максимуму все посмотрим. Дула. Вот дула, это очень такая вещь, знаете. То есть, блин, из-за этих чатов я ни хрена не вижу. Можно как-то покрутить, может быть. Так, чтобы хоть видно было немножечко. Так, вот, давайте как-нибудь вот так вот. Так, дула. Дула отвечает за точность, за дальность. То есть, дула разные, там, видите, есть. Есть такие, есть такие компенсаторы, срезы и так далее. Но, по сути, дает все одно и то же. То есть, тут смотрите сами, что вам больше нравится. Блин, не хочу такое здоровое дуло. Не знаю, мне вот как-то вот... Давайте, раз уж толку нет, поставим самый дешевый. Уж не буду я, как говорится, тут фигней страдать. Видите, вообще пулеметец изменился немножко. Я уже потратил 300 тысяч. Хотя, по сути, ребят толком ничего и не купил. То есть, это очень дорого, в принципе. Видите, тяжелый ствол не дают мне взять, у меня нет модификации. Там на автоматической я взял. Раскраска тоже много чего закрыто. Цифровой камуфляж это изначально и обычный камуфляж. Я на ту пушку ставил обычный. Давайте поставим цифровой на эту, чтобы уж не одно и то же было. Так, хорошо. Видите, все стоит денег. То есть, уходит где-то около 400-500 тысяч. Цвет раскраски. Тут все по пятерке. То есть, тут вы делаете то, что вам хочется, то, что вам нравится. То, что вы считаете нужным. Я хочу фиолетовый, потому что пурпурный он. Ну, не знаю. У меня все оружие такое в основном. То есть, не оружие, а машины все такие были. Были когда-то, пока их все не продал. Цвета раскраски. Расцветки. Это что? А, это дополнительная опция. Позволяет поменять все остальное. То есть, вот так вот сделать. То есть, это еще больше кастомизации. Привет, CSGO. Здесь вы можете уже что-то сделать такое неимоверное. Но так, чтобы, конечно же, смотрелось. Иначе это все, как говорится, яйца выйденного не стоит, если сделаете хрень какую-то. Блин, классно все-таки. Прикольно. Вот, не знаю. Я не знаю, с чем лучше сочетается вот эта вся байда. Видите, золотой это все закрыто. Много всего есть такого красивого, я бы сказал. Не, знаете, я хочу поставить, что я там видел такое. Хочу вот так поставить. Какая-то порнография, да, наверное, получается. Не знаю, ребят. Не, как-то вот. Наверное, не тот я цвет основной выбрал. Надо было все-таки выбирать. Зеленый. Красный. Пускай красный будет, хрен. А то я слишком долго думаю, ребят. Так, вернуться. То есть, все, все, что мы сделали, это вот выглядит именно вот так вот. И, по сути, мы можем вернуться. Да, у нас теперь тяжелый пулемет новый. Можно вернуть назад модификацию, которая стояла. Теперь у меня вот такая вот пушенция. Вот такая вот. Я на нее поставил глушитель. То есть, по сути, знаете, мало чего меняется. То есть, вы можете поставить, опять же, эти трассирующие. Все вот эти зажигательные и прочее. Оно пока недоступно. Также рукояти, как говорится. Также вот тут фонарик еще поставить можно. Он тут стоит, в принципе. Прицелы тоже не все открыты. То есть, есть закрытые прицелы. Вот тут дуло. Единственное, вот побольше тоже. Ну, тоже такие приблизительно то же самое. Вот ствол, тяжелый ствол я поставил себе. Вот этот предмет у меня открылся. То есть, я его разработал. Короче, много, очень много дает для развития вообще возможностей. Тут, по сути, все то же самое. Можно еще вон калаш. Ну, калаш я не хочу переделывать. Тяжелый пулемет. Просто я беру то, чем пользуюсь. Пинтовка снайперская тоже можно переделывать. Ну, пока видите, вот такие вот. Я думаю, скоро все можно будет переделывать. Пока все это, так сказать, имеется у нас. Так, ну что, мы можем как-то посмотреть это все? Нет, здесь нельзя, надо выйти обязательно. Давайте выйдем. Меня вот тут уже на пасифик приглашают. Ну, блин. Так, давайте посмотрим теперь, что это вообще за пулемет. Сначала я вам свою вот эту покажу, пушечку. Ну, то есть, прикольная. Покажу вот так вот. Ну, как вы видите, ну, так она не сильно чем отличается, так, с виду. Тут вообще то же самое практически с виду. Она видна уже вот здесь, вот когда вы ее смотрите. Стало поинтереснее, да, на М-ку стало больше похоже. Так, дальше. Давайте наш пулемет все же. Сейчас, что я делаю? Так, давайте возьмем наш пулемет. Тяжелый пулемет. Выглядит он вот так. Ну, не знаю, кто-то, может, это не одобрит, такие расцветки. Но я просто сделал. То есть, приближение все такое же. Стреляет он, по сути, все так же. 200 патронов, как положено, в большой емкости. И, по сути, даже если поменять вид, ну, то же самое получается. Только не приближается слишком уж. Ну, это слабое приближение. Я думаю, можно будет взять это все потом и переделать. Ну, что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось. Вы поддержите меня лайком. Напишите свое мнение о кастомизации вообще. Как вам оно кажется, плохо или хорошо. Вот тут беттер, смотрю, стоит с ракетами, блин. Надо тоже открыть мне это дело. Да, такой. А то у меня до сих пор пушка стандартная. Ну, все потихоньку. Знаете, я вам скажу то, что до этого обновления я, конечно же, считал, что, ну, знаете, ну, блин, нечего было делать, нечего покупать, ничего не хотелось. Я уже стал заходить раз в три дня в игру. А сейчас у меня есть стимул вот это вот все, как говорится, развивать и делать. Я считаю, это большой плюс. Разработчикам очень большой респект за это, потому что многие уже не знают, чем им заняться. Все однообразное, нечего делать, нечего открывать, нечего покупать. Так что, ребята, на этом все. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok